Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Чтобы спасти Арцах, мы должны защищать международное право без ограничений. 21-й предвыборный зум кандидатов депутата Национального собрания Западной Армении. Цены Западной Армении – Мнацакан-Аветисян. Вопросы армян – Западной Армении. Великобритания должна поднять вопрос о блокировке дороги Бердзора в Солбези-Оун. Преднамеренная компания Алиева по этнической чистке – конгрессмен Фрэнк Паллани. Творная Армения по шахматам до 18 лет тридирует на чемпионате Европы. Ситуация в Малой Азии и на Ближнем Востоке в преддверии столетия Лозаннского договора, признанного юридически недействительным, находится в хаосе. На сайтах, медиаплощадках для изучения истории по мнению историков и широкомасштабной пропаганды Лозанна заменила Северский договор. Данный вопрос не только исторический и пропагандистский, но и правовой. Правительство Западной Армении сформировано 11 января 1918 года одновременно с освобождением Килики. В то время, когда Ван Аванесов, Прош Прошьян и Ван Терям после очередной встречи с Лениным призвали Степана Шаумяна сформировать первое правительство Западной Армении, так называемое первое правительство Турецкой Армении. По госну Бар Паша 26 февраля 1919 года на мирной конференции в Версале представил меморандум, сформировав правительство, которое фактически де-факто получило официальное признание 19 января 1920 года Верховным Советом Союзников. Нынешнее правительство Западной Армении, являющееся преемником государства Армения, признанного в 1920 году 11 января 1918 года, отделилось, став независимым от России. Государство Армения включало Арцах, Нахидживан, Джавах, современную армянскую республику Кавказа, Киликию и, конечно же, Западную Армению. После того, как Армения была де-факто признана 19 января 1920 года, и де-юре 11 мая 1920 года Западная Армения была признана также из США. 27 июля 2023 года состоялось 21 заседание ЗУМ предвыборной кампании Национального собрания Республики Западной Армении на армянском языке. Тема встречи – культура и Западная Армения. Президент Республики Западной Армения Армен Акабрамян представил кандидатам и гостям основы культуры предков армян Западной Армении в сопровождении Курмигар Айказнуни. В ходе встречи с ЗУМ Курмигар Айказнуни представил учение Айкян, которое также называют поклонение солнцу. Объяснил значение слова «дитц», являющегося таинством света, отметив, «дитц» или «свет» в самом человеке. Сам человек считается творцом. Поклоняющиеся солнцу не имеют молитв, ибо они творцы, именно поэтому просить или молиться им нет необходимости. Сегодняшний герой – Мнацакан Аветисян, ставший одним из символов войны. До начала широкомасштабной войны в Арцахе находился на посту боевого дежурства. Услышав со сторожевой башни зов боевой огонь, понял, что враг пошел в атаку. Отраду Мнацакана Аветисяна потребовались считанные минуты, чтобы задействовать артиллерию, взять ситуацию в свои руки и диктовать противнику ситуацию. Командир батальона помнит каждого солдата. В пылу огня встретился с журналистами. В депортаже с передовой ребята с сорванным голосом передавали силу и дух с фронта тем, кто был в тылу. Мнацакан Аветисян родом из Апарана, отец – офицер запаса. Мнацакан вырос на песнях, посвященных героической борьбе, которые повлияли на выбор профессии военного. В военном университете нас научили преодолевать все трудности, даже физические, умом и волей. Примечательно, что в годы преследования 1928 года живущий в Западной Армении еврей Авраам Галантий издал книгу под названием «Соотечественник, говори по-турецки», которая на первый взгляд вводит в заблуждение исследователей и читателей. Однако с первой же страницы становится ясно, что представители религиозного меньшинства Галантий не критикуют националистическую инициативу, более того, восхваляют турецкие власти, призывая говорить на турецком, забыв родной язык. Книга 1928 года издана на смазском языке, написанная арабскими буквами. В 2000 году переведена на латиницу и издана с предисловием еврейского исследователя Рифата Бали. Бали, осторожно критикуя соотечественников, предисловие книги в то же время ведет параллель. В том же 1928 году в Константинополе была издана книга другого еврея-националиста Текина Альпа под названием «Отуречивание», в которой призывалось и пропагандировалось присвоить евреями турецкую культуру и ассимилировать. По словам Бали, своей книги Авраам Галантий с одной стороны пытался защитить еврейскую общину от нападок пресса и националистического общества, изложив причины, по которым евреи майло говорят или плохо владеют турецким. С другой стороны, подобно Альпу проповедовал евреям Турции, чтобы они быстро освоили и применили турецкий. Однако Авраам Галантий руководствовался идеологией сознательного отуречивания евреев, а никак не стремился уберечь еврейскую общину от опасности. Кроме того, в небольшой книге, далекой от науки и объективности, иногда даже логики, фанатично пропагандируется, забвение всех языков, на которых говорят Турции, и применение исключительно турецкого. Так называемую правовую формулировку акции «Соотечественник, говори по-турецки» можно считать принятой. 27 декабря 1937 года депутат Сабри Топрак представил парламенту проект закона о наказании лиц, использующих иностранный язык вместо национального турецкого, согласно которому, кроме турецкого, в общественных местах запрещалось применять какой-либо иностранный язык. Согласно первой статье проекта, граждане Константинополя, кроме турецкого, могли использовать другие языки только у себя дома. Вне дома, даже при общении с членами семьи, использование родного языка должно было быть наказано от 24 часов до недели и лишь штраф от 10 лир до 100 лир. Законопроект также предполагал создание большой армии информаторов, которая сообщала бы властям о нарушителях. Кроме того, данный закон предусматривал, что лица, осужденные по этой статье, не смогут работать учителем, адвокатом, журналистом, их дипломы будут аннулированы. Законодательная инициатива De Europe не получила правового статуса, однако де-факто многие ее положения были притворены в жизнь. Британский политик, член Палаты лордов, лорд Дэвид Алтон разделил обеспокоенность Международного комитета Красного Креста по поводу блокирования Бердзорской дороги. Лорд Алтон считает необходимым обсудить вопрос о блокировании Бердзорской дороги в Совете безопасности ООН. Международный комитет Красного Креста выражает обеспокоенность тем, что гуманитарная помощь не доходит до армян Арцаха. Великобритании следует немедленно поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН, написано в Twitter. Лорд Алтон также поделился на своей странице последним заявлением Международного комитета Красного Креста об ракаде Бердзорской дороги. На наших глазах разворачивается преднамеренная кампания Алиева по этнической чистке в Арцахе. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер член Палаты представителей Конгресса США Фрэнк Палони. Госдепартамент и международное сообщество должны дать понять, что это неприемлемо, и ввести санкции. Также отметив, неоткрытие границы приведет к невероятному гуманитарному кризису. В четвертом туре чемпионата Европы по шахматам до 18 лет, проходящим в Румынии, сборная Армения обыграла Германию со счетом 2-5-1-5. Эмин Оганян и Армен Давтян одержали победу. Роберт Пилапосян сыграл в ничью. Алик Саакян потерпел поражение. Команда Армении после трех побед и одной ничьи с семью командными очками возглавляет турнирную таблицу. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok